Ну дай расчешу. Сейчас мы... Все, Алис, я больше не буду. Ну как можно щечки массировать? Кошка хочет съесть. Класс, господи. Да что вы говорите? На свой день рождения получили не тот подарок. Дождевых червей на торт наложила. Лучше бы я этого не делала. Значит, истерика случится. Что? Спасибо большое за контент. Привет, я Ани Мэджик. И вот я в конце августа вернулась с нашей грандиозной фан-встречи в Питере с вами. И заболела, ребят, к сожалению, бронхитом. Очень тяжело мне приходится. Уже две недели я болею. До сих пор не до конца выздоровела. И из-за этого я пропустила день рождения нашей кисядры. Два года назад мы вытащили из канализации вот эту вот малявку. И решили, что у нее будет день рождения 1 сентября. И ей исполнилось два годика. Я все-таки не должна пропустить день рождения своей кошки. И решила сделать такой ролик. Подписчики управляют днем рождения кисы Алисы. Суть заключается в том, что в инстаграме питомцев, вот он, mfpets, как всегда, суть таких видео на ютубе заключается в том, что я, прежде чем что-то сделать с кисой Алисой, в течение дня делаю сторис в их инстаграм-инстаграм питомцев, а ребята там уже голосуют. И мы делаем именно то, что набирает больше всего голосов. Если вы, ребят, хотите, чтобы я сняла подобное видео про каждого из питомцев, например, подписчики управляют днем ютубы или еще кого-нибудь, давайте... Господи, что происходит? Давайте наберем на этом ролике очень много лайков, и тогда я сниму про каждого. Сейчас я выпущу ребят гулять, и мы начнем. А вы не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать наши ролики. Ставьте лайк, как вы поняли, пишите свои комментарии, они вот здесь появляются, и вопросы, как голосуйте. Все, погнали. Так как киска Алиска недавно вернулась с очередной своей гулянки, я надеюсь, вы смотрели ролик про «Моя кошка сошла с ума». Я уже сделала голосование, и 90% сказали, что да, киску Алиску надо расчесать и привести в порядок. Поэтому я подготовила сейчас расчесочки. На самом деле, это не так просто, как вы думаете, по крайней мере, с кисой Алисой. Помните, я снимала проверку лайфхаков? Чтобы типа с кошкой было проще проводить всякие процедуры, нужно сделать круг, потому что круги якобы привлекают кошек, и так она будет меньше сопротивляться. Я сейчас Алиску этот круг посажу. Алис сидит, смотри, это кружок, и ты должна любить круги. Алиска постоянно возвращается, какая-нибудь израненная, видите, у нее ранка вот здесь вот, был клещ, его вытащили, у нее остался шрамик, надеюсь, это пройдет, на шее тоже такое есть. В общем, постоянно какие-то ранения у нас. Алис, смотри, может быть, тебе не будешь так против, если я тебе расчешу. Блин, ребята, я в прошлый раз сказала, что круг работает. Может быть, и вправду круг работает? Ну, ладно. Ну, дай расчешу. Ну, дай расчешу. Ну, дай расчешу-то. Мне кажется, все-таки действует волшебный круг, потому что просто так, когда Алиска видит расческу, она явно не хочет расчесываться, а тут она реально, несмотря на то, что машет хвостом, все-таки дает себя расчесать. И сейчас гребешочком вот здесь еще ушки подращешу слегка. Ну, немножко, Алис, потерпи. Ну, что ты ходишь? Хочешь с колтунами ходить? Алиску расчесали, и сейчас я сниму сториз про выбор ошейника. Я предложу ребятам выбрать из вот такого вот кожного мятного ошейничка красивого или вот такая тканевая банданка. Практически пополам мнения разделились, но все-таки 56% проголосовали за тканевую банданку для Алиски. Сейчас мы всего лишь расчесала, потому что когти ей стричь не надо, как собакам. И вообще ничего делать не надо, потому что кошки, видимо, более самостоятельные, чем песики. Банданку мы надели. Кстати, сейчас заодно сделаю опрос про вот эти вот коробки. Здесь очень много коробок с Ходжоп Дэйс. Я не знаю, сколько их, но все они наполнены вашими подарками. И я делаю опрос снимать и распаковку. А вы, кто хочет супер-мега распаковку, плюсуйте в комменты. О, не просит гладить ее. Ой, замурчала. А сейчас мы направляемся с вами на кухню, потому что я спросила ребят, какой десерт, все-таки у нас только начало дня, предложить киске Алиске. На ужин у нас будет кое-что другое. Здесь вот так вот можно делать мороженое. А вот потом, как всегда я рукожел, простите, вставлять вот туда палочку и вот так замораживать. И это, в принципе, мы эту идею как раз и используем для того, чтобы исполнить ваши пожелания. Каким кошачьим десертом позавтракать киске Алиске выбрали большинство мороженое кошачье, а не желе. Хотя я очень хотела, чтобы проголосовали за желе, потому что я сама люблю желе, и мне хотелось сделать киске Алиске молочное желе. Вот такая вот рюмочка. Я взяла вот такую вот картоночку и просто в ней прорезала дырочку, в которую мы вставим вот так вот палочку. И вот сюда вот мы сделаем наше мороженое. Смотри, что это такое? Все кошки, мне кажется, все, не знаю, кстати, напишите в комментариях, если у вас есть кошка, любят молоко, но, по крайней мере, киса Алиса, как вы видите, его очень любит. Лиса, ну дай, дай я засуну палочку. Сейчас нужно аккуратно в середину засунуть палочку. Сейчас положим его в морозилку и дождемся, пока оно там у нас заморозится. Это краски для животных. Я сейчас проведу опрос, но, как вы помните, я не очень за то, чтобы прям вот красить животных, даже в салонах, но очень многие писали, пожалуйста, Ань, проверь эти краски, покажи, как вообще это работает. Поэтому я решила, что если вот мы совсем-совсем чуть-чуть, ну прям вот на кончик Алискиного хвостика попробуем эти краски, то ничего страшного не случится, не произойдет. 89% проголосовало за то, чтобы попробовать все-таки эти краски. Я прочитала, что краски абсолютно безопасны для животных. Это специальные краски, которые пользуются в салонах красоты для животных, грумеры. И большинство проголосовало за сиренево-розовые цвета. Ну, в принципе, логично все-таки, сиренево-это типа цвет нашего канала и розовый. Я взяла вот такую вот бутылочку, это распылитель. Смешаем вот эти вот два цвета. Я на всякий случай надела толстовку домашнюю, рабочую и постелила полотенце, потому что я не знаю, как работает эта краска. Как я уже сказала, она специальными какими-то машинками там распыляется. У нас обычный спрей. И я надеюсь, вы поняли, да, что я не буду полностью красить свою кошку этими красками. Блин, может она лапку брызнуть, потому что она белая, и она тут прям под моей... Все, Алис, я больше не буду. Короче, вот так вот выглядит лапа. Я думаю, что не зря у этих красок для них нужен специальный распылитель и профессиональный грумер. Алис, подожди, если ты куда-то пойдешь сейчас, мне кажется, ты можешь наследить. Ну, главное, что мы выполнили задание, чтобы загладить свою вину за неудавшийся эксперимент. Мы пойдем делать ей массаж. Каким инструментом провести наш массаж успокоительный? Вот такой вот обычный салатовый силиконовый массажкой или специальным массажером. 62% проголосовали за то, что справа. Это вот такая вот массажечка для животных. Вот так она на руку надевается, и ты типа массируешь. Но большинство выбрали вот эту необычную штуку. Такой вот массажер для животных. Здесь вот такие вот штучки, они крутятся, они с шипами, и типа должны делать приятно. Ты хочешь его покрыть? Мне кажется, Алиса сейчас подумает, что это игрушка, она не поймешь, что это массаж. Алиса, давай попробуем делать. Ой, не нравится? Не нравится? Что, не нравится? Ребят, вы не за то проголосовали, по-моему. Вот этой массажкой ей прям нравится, она начинает урчать. Вот это вот ей, по-моему, нравится штука. А мне кажется, вот этот массажер, он ей не очень нравится. Еще можно щечки массировать, там нарисовано вот так вот, что можно щечки. Ну как можно щечки массировать этому маленькому котомонстру? Я не знаю. Мне кажется, Алиса бесится, потому что она уже хочет жрать свое мороженое и ждет уже торт. Ай, кайф, да кайф же. Да ладно, за ушами-то. Смотри, эти штучки-колесики переезжают. О, по-моему, она поняла, в чем фишка. Такая, типа, ну, может, даже это не так уж и плохо. Мы с Алисой решили, что, скорее всего, наше мороженое уже как раз приготовилось. Я опускаю рюмочку в горячую воду, чтобы как-то отлепить это мороженое. Мороженое! Прикольно! Это молочное мороженое! Иди кушай кошачье мороженое. Выглядит очень прикольно, между прочим, реально, как мороженое. Да, ты лижешь. Это вкусно. Это мороженое. Молочное. Давай скорее, а то она тает. Молочко. Лисно. Жару надо было вот еще летом-то делать собакам и кошке. Мороженое всякие, когда жарко, они такие лежат, они бы их лизали. Капли она слизывает, а само мороженое, ну, так, не очень. Все. Не ест она его, потому что оно, видимо, холодное. То есть, ей не нравится, я думаю, именно то, что оно холодное. А так она, в принципе, не прочь поесть что-нибудь такое молочненькое. Блин, надо было жалеть их. Мы продолжаем. Наши подписчики управляют днем рождения кошки. Два вот таких вот подарочка я приготовила на день рождения киски Алиски, это вот такая вот удочка. Она очень их любит и убивает постоянно. Это уже новая еще одна. И вот такая светодиодная указка. Я провела опрос, и в опросе победила указка. 58%. Я думаю, дело в том, что никто никогда не видел, как Алиска играет именно с лазером. Я тоже никогда не видела, как Алиса играет с указкой. Короче, лазером нельзя попадать в глаза животным. Поэтому светить нужно либо вниз, либо на стену, то есть от их зрения. А не в них самих. Я не знаю, как нужно шевелить быстро или наоборот медленно, чтобы она отреагировала. Она так смешно следит головой за ней. Так, начала реагировать лапой. Ну все, веселье начинается, мне кажется. Я видела кучу роликов именно, как кошки носятся за этими красными точками, что они очень любят указки. Я не усну, просто пока не узнаю. Проверим. Алиса просто не хочет играть? Или она конкретно не реагирует особо на указку? Ну нет, вот, пожалуйста. С удочкой, которую она знает, игрушка, которую она любит, она играет в ней. Да. Знаете? Знаете? Кто это? Кошара такая. Что? Что? Я сейчас чувствую себя, знаете, как... Есть такие видосы, где взрослый с ребенком разговаривает так дебилистично, как с ребенком. Типа... Угу, Аня, люблю, ага. Возвлекать его пытается, а ребенок типа сидит на него такой, смотрит, что ты типа не хочешь. Вот сейчас примерно то же самое происходит, когда я пытаюсь с Алисой играть указкой. Алиса, смотри, смотри. Так что давайте... У нее есть такая привычка брать прям как собака вот эту палку в рот и играть сама с собой. Она прям крутит ее вокруг себя до опомрачения, до безумия может это делать. Сама крутить вот эту вот палку вот так вокруг себя. И в итоге... И в итоге ее качает, нашатается. Но она продолжает это делать. Вообще. Молкому плющу. Она может сама это начать делать. Не знаю, я ей ничего не буду обещать. Вот такое вот платьишко. Беленькое, в рюшечках, со стразиком, с таким, с таким бирюзовым бантиком. Такое прям вот нарядненькое, красивенькое, нежное. Девочкино такое платьюшко. И вот такое вот платье. Скорее-таки хулиганское, с черепом. Черное, с красной такой шотландской юбкой. Череп такой из страз. И здесь такой бант. Смотрите, смотри. Начинает, начинает. Он начинает это делать. Это очень весело, если получится это заснять. Надо делать вид, что мы типа заняты своими делами. Рассказываем тут про платьишки. Короче, вот два таких платьишка. И я предложила зрителям выбрать. Она куда-то под стол ползла с ней. И практически голоса 50 на 50 разделились, но все-таки победила хулиганка. Так что сейчас будем наряжать Алиску. Я, если честно, удивлена, потому что я думала, что победит что-то вот такое вот гламурненькое скорее. Мне кажется, оно и большевато, это платье. Я ждала, если честно, что киса Алиса намного больше. Так. По-моему, ей идет. По-моему, Алиса Милаха в этом платье. Чем, я спросила, мы будем ужинать, потому что у Алисы есть сумасшедшая мания. Она безумно любит вот эти вот дурацкие пакетики для кошек. Знаете, вот этот кошачий жидкий корм пакетик. Бывает, когда у меня совсем вообще нет времени, я их использую, я ей даю. И она просто как дикая. Предложила пакетик или все-таки традиционный тортик, как обычно я делаю питомцам день рождения. Но все-таки 59% проголосовали за традиционный тортик. Я прочитала недавно очень интересный факт. Когда кошка... Ваши кошки часто лижут вам глаза? Вот Алиса лижет глаза. Когда кошка лижет глаза, это не значит, что она вас любит. Это значит, что она хочет их съесть. Это факт, доказанный учеными, что кошка, когда лижет ваши глаза, она хочет съесть ваш глаз. Вы можете вообще это представить, что кошка хочет съесть глаз, господи? Я надеюсь, что ученые ошиблись и на самом деле таким образом они проявляют свою любовь, они хотят съесть глаз. Для тортика нашего будущего я все-таки купила чуть-чуть кошачьего корма, чтобы из него сделать основу. То есть это как тесто, да, наше. Да что вы говорите, ты будешь мне помогать его готовить. На это блюдечко мы будем выкладывать наше тесто в такую вот формочку. Есть такая формочка специальная с крышечкой, и мы ее придавим, чтобы он был аккуратненький. Но у нас получился, ребят, торт суфле. Потому что я его взбил, и он больше похож на такую воздушную какую-то массу. То есть не... Как обычно у меня получается тесто такое более сухое. Алиса, наверное, обиделась и сказала, все, я вообще не буду ничего делать. Знаете, как дети на свой день рождения получили не тот подарок, не так повели себя взрослые с ним. Так, сейчас будем форму придавать. О, ну конечно это намного, гораздо эффектнее смотрится, чем если бы я это руками делала. Короче, у нас тут есть японский крем-лакомство, и я хочу посмотреть, реально ли это похоже на крем. Ммм, знаете на что похоже? На паштеты с сайры, сайра в банках. Прям вообще, вот так, все, ладно. Начинается другой контент. Кремом рисуют надпись или что-нибудь такое делают. Я хочу сейчас обрезать очень тоненькую дырочку, чтобы вот нарисовать. Фу, блин, как это червяк, просто, просто рукожоп. Какие-то черви, блин. Реально похоже на дождевых червей. Как будто я дождевых червей на торт наложила. Я даже цифру 2 в центре, господи, выложить не могу. Господи, это было цифр. Лучше бы я этого не делала. Не давайте мэджик экспериментировать, потому что у меня пришла новая идея. Я хочу попробовать. Мне кажется, яркости в нашем тортике не хватает, а хочется, чтобы он был ярким. Так как кошкам все-таки можно яйцо. Короче, я хочу отделить желток от белка. У меня разбился желток. Попытка номер 2 отделить желток от белка. Это не так уж тяжело, Аня. Если бы я завела канал про кулинарию, то у меня было бы... Можно было бы каждое видео называть ожидание реальность. Сейчас нужно аккуратно вложить желток вот сюда. Вот. Но... У меня же истерика случится. Мэджики не сдаются. Мы найдем решение любой проблеме, поэтому сейчас мы просто сделаем... Желтый... Желтый тортик. Блин, я не могу. А может быть, сама вселенная вела нас к тому, что это была ошибка сделать какое-то желтое пятно. Нужно просто сделать красивый желтый торт. Манго с шоколадом. Кстати, если вы помните ролик про кошачье вино, оно безалкогольное, не думайте. Это специальное вино для кошек. Оно, конечно же, осталось, никто его не допил. Мы Алисе в честь дня рождения нальем бокальчик. Она облизала весь желток. Я попыталась сделать фотку в Инстаграм, в ее нарядье, с ее тортом, с ее вот такой вот композицией. Но, в общем, вы видите, в Инстаграме получилось у меня или нет. И что получилось, потому что там очень есть смешные моменты с ее мордахой. Я уверена, в комментариях будет очень много поздравлений. И единственное, что я хочу пожелать, наверное, Кейси Алисе, это здоровье. Потому что это самое главное, все остальное уже не так важно. Главное быть здоровым. Ну все, Алиска съела вот столько от торта нашего. Вы помните, сколько там было. Больше она продолжать не хочет пока что, поэтому надо убрать его в холодильник. А я провела опрос. Чем мы займемся вечером после ужина с котом? Мы прям, смотрите, как она облизывается. Она облизывается такая. Пойдем играть в туннели, которых у нас очень много, специально подготовленных. Или же пойдем гулять. Голоса практически разделились 50 на 50. Но все-таки 6% на 6% больше у пойдем гулять. Так что сейчас Кейску Алиску разденем. Дадим ей немножко отдохнуть. Переварить ее тортик. И отправимся на прогулку. Мне кажется, это ее любимое занятие. Ей даже просто лень двигаться. Она такая на руке. Моя поездка. Что? Что? Это было типа спасибо или... Я не знаю. Ну что ж, мы пошли гулять с Алисой. И как вы видите, да, сложно за ней угнаться. Отлично, да, под машину. Я же видела, как она под машину залезла. Эй! Что? Что происходит? Мне кажется, мы запечатлим особенный момент не того, как Алиса залазит на дерево, а того, как она возвращает тортик обратно в природу. Классно, Алис. Спасибо большое за контент. Лайк. А обязательно это потом нюхать за собой, да? Традициям нельзя изменять даже в день рождения. Прикрывает свой позор, который она совершила прямо посреди участка. М? Да? Нигде больше места нельзя было найти поскромнее. Еще одно из наших любимых занятий – это грызть траву на улице. Да! Алис, покажи, как ты лазишь по деревьям, а? Алис, покажи, как ты лазишь по деревьям, а? Алиса. Она начинает носиться всегда, когда сходит в туалет. Она начинает носиться, как бешеная. Покажи, как ты лазишь по деревьям, Алис. Охотник, ты будешь ловить мышей? Смотрите, как она хвостом размахивает своим, прям размахивает. Размахивает, да, Алис? Когда ты дойдешь до конца дерева, ты с него спрыгнешь? О, она опять точит когти, обкоржу. Зверюга. На, пальчик понюхай. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Это подписчики управляют... Я просто смотрю в экран, пытаюсь ее словить, чтобы она была в кадре. Если хотите такие же ролики, подписчики управляют днем какого-нибудь из питомцев. Если да, то ставьте лайк, обязательно голосуйте в вопросе, пишите свои комментарии. И переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах. Где ее там нет? Сзади меня. Где она? Где она? Вон она, мелкая, я вижу ее. На моем канале ролик, который вам точно понравится, я знаю, потому что вы это любите. И, возможно, я уже успела смонтировать ролик на канал Волшебный питомец по МЖП с озвучкой. Да что ж такое, она все время уходит из кадра. И увидимся скоро в новых видео. Люблю. Пока.